Само судебное заседание по уголовному делу Навального и Офицерова сегодня оказалось весьма насыщенным на события. За ходом процесса следила наш корреспондент Мелана Поварницына. Россия 24, кто есть? Сейчас без пяти восемь, пошла первая перекличка, а толпа собралась точно такая же, как и была, когда проходило первое заседание. Напомню, что накануне областной суд отклонил ходатайство адвокатов Алексея Навального о переносе заседания в Басманный суд Москвы. И Ленинский суд вновь приступает к рассмотрению дела. Так, ребят, давай, три шага назад делаем. Давай, 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 давай. Шаг назад сделали. Судебный процесс вновь собрал российских и иностранных журналистов. На этот раз для СМИ была организована прямая видеотрансляция, заседание и дополнительный зал для прессы. В отдельном помещении разместились первые свидетели. Всего пять человек. В начале заседания адвокаты Навального в очередной раз заявили ходатайство. Вернуть дело о похищении в Кирафлесе прокуратуру. По версии защиты в деле есть нарушение, которое невозможно устранить в судебном заседании. Судья предоставил стороне обвинение полчаса для ознакомления с ходатайством. Неутомимая сторона защиты тотчас устроила короткий брифинг. Все наши требования, они абсолютно разумны. И дело вот в этом виде, оно рассматриваться в суде абсолютно не может быть. Оно сырое, оно с натяжками. Там везде разные цифры, везде разные объемы этой самой древесины. В любом случае, немножко удивлены и отчасти удовлетворены тем, что они хотя бы взяли полчаса на размышления. Вернувшись в зал заседания, представители стороны обвинения заявили, что в деле нет существенных нарушений, которые препятствуют объективному судебному разбирательству. Заседание продолжилось и сторона защиты заявила ходатайство с несколькими объемными пунктами. Судья Блинов вновь объявляет перерыв. Участники процесса собираются снова через несколько часов. Судья отказывает стороне защиты в удовлетворении очередного ходатайства. Адвокат Ольга Михайлова заявляет судье отвод. И вновь следует перерыв. Да, суд выслушал вашу позицию. Спустя полчаса судья вынес очередное решение. В отводе отказано. Далее слово было предоставлено стороне обвинения. По версии следствия, Навальный вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Офицеровым и гендиректором Киров леса Опылевым. Организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса. Наказание за преступление – лишение свободы на срок до 10 лет. Навальный и офицеров заявили, что обвинений им непонятно и вину свою они не признают. Сегодня же суд заслушал первого свидетеля по делу. Слушание по делу Алексея Навального продолжится завтра и послезавтра. В числе других свидетелей также приглашены Никита Белых и Сергей Черчков. Милана Поварницына, Денис Тружков, Вести, Кировская область.